Просто я уже жить не могу, чтобы не рисовать. Мне нужно, чтобы вот это что-то осталось, понимаете? Народ в крае Сибири более такой строгий, суровый. Эта сама обстановка закаляет их и это как-то формирует людей. Накладывается печаток и на деревянное зодчество. А когда я приехал в Пензу, здесь обилие деталей, обилие убранства. Очень много пропельной резьбы. Стал фотографировать эту деревянную резьбу, деревянные домики, ворота и калитки, причудливые крыльца. Мне хотелось создать фрагмент исторической застройки, то есть просто город. Как бы я чувствовал, что все это скоро уничтожится. Легче всего взять, снести, сломать, растерить. А и на этом месте поставить, чем взять этот дом. Это фундаменты, стены, особенно кровлю. Иду, беру с собой линейку, рулетку беру с собой. Вымеряю, масштабирую, смотрю, кирпичик, знаю размер старого кирпича. Я по нему все это прорисовываю. Делаю снизу. А общую протяженность ваших чертежей не замеряли? Замерял. Сколько? Примерно по 3 метра 300 листов. 9 соток получается. 9 соток? 900 метров, куда разный. Это я сначала рисую карандашом, а потом беру и перевожу его за те самые дерево-стежки у меня. Вот таким, ручка такая. Сижу рисую. Больших денег нет, возможно, в пределах трех тысяч. Сколько? Три тысячи. Три тысячи? Это что за фотоаппарат за три тысячи? Ну, типа, после ремонта, после чем-то такого типа. Ну, то есть, он какой нужен? Цифровой фотоаппарат? Да, да. Цифровой аппарат был выставлен. Сколько у вас пенсий, Сергей Николаевич? У меня 16 тысяч. Сейчас, вот на данном этапе, мне бы, конечно, нужен угол. Я поэтому хочу пойти Мельниченко и его просто рисовать. Я считаю, что он должен быть зачатком музея деревянного зодчества в Пензе. Ни для денег, ни для награды. Я рисую просто, потому что мне это нравится. Очень нравится. Мне ничего не надо. Я уйду, а это осталось. И даже не надо, чтобы меня вспоминали потом сами. Ну, что осталось. Все. Спасибо. 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 Спасибо.